Приветствую вас, давайте мы с вами проследим ситуацию, как она произошла, да? Вы пишете, что вас девушка попросила помочь. Ну, в принципе, в общем, ничего необычного в этом нет, да? То есть попросила, как бы, ну, и попросила. Попросила помочь, вы помогли, то есть тут, в общем и целом, да, всё в порядке. Значит, она попросила вас помочь, и отказаться вы, ну, тут вы даже не могли отказаться. Вы, как бы, может быть, и могли отказаться, то есть в этом не было бы, не было бы ничего плохого, да? Вот, если бы вы отказались. Но вы решили помочь, вы решили помочь, девушка. Ну, просто вот, так вот, решили помочь. И, и, это нормально, что вы решили помочь. Это хорошо, что вы решили помочь, ну, я, я, по крайней мере, так считаю. Девушка, прося у вас помощи, скорее всего, либо, либо знала о том, что её могут лишить премии. Либо не знала, но это, в общем, не освобождает, как бы, её от ответственности. Вот. Либо знала, но этим, в общем, в общем, пренеберегла. Как бы. Да? Вот. И возникает, возникает, в общем, вопрос. Вопрос такой, в целом. Это какой-то вопрос. В целом. А, за что же вы чувствуете себя виноватым? Ведь, если бы вы, девушке, к примеру, не помогли бы, это было бы гораздо хуже, это было бы гораздо более грубым поступком, чем то, что вы сделали. То есть, то, что вы ей помогли, это естественно, это нормально. Любой бы человек помог бы. Любой бы человек это сделал, это нормально. То, что она, то, что она, ну, лишилась премией, это её ответственность. Вот. Мне не совсем понятно, как бы, почему вы эту ответственность берёте на себя. В чём вы виноваты? То есть, тут, если есть ответственность, то она, это ответственность исключительно, только ответственность девочке и всё. Больше действий, ничьей ответственности, ничьей ответственности нет. Ну, вот. А, вернуть деньги можете, если она попросит вас об этом. То есть, если она попросит вас вернуть деньги, то, что она посчитает, что вот, ну, что вы виноваты в этой ситуации. Да. А, тогда вы можете вернуть ей деньги. В этом, как бы, ну, в этом ничего такого нет. То есть, если, если она считает, да, что вы ей должны, к примеру, если она считает, что вы ей должны, ну, значит, что ж. И, как бы, спорить, да, с ней, ну, в данном случае, вообще будет бесполезно, абсолютно бесполезно. Именно, именно, вот, спорить, именно спорить, с ней будет бесполезно. Это я хочу, чтобы вы очень хорошо для себя понимали. Вот. А, извиняться перед ней не за что, потому что вы сделали все, что она от вас хотела. Вот. И, в общем, вы ни в чем перед ней не виноваты. То есть, я очень надеюсь, что вы все же, вот, не будете себя винить. Я очень надеюсь, что вы, как бы, отграничите, условно говоря, да, свою ответственность от ответственности ее. Вот. И никак здесь, никак здесь, вот, абсолютно никак, значит, здесь не оправдан, не оправдан тот факт, что вы интроверт. Потому что, даже, даже если вы интроверт, то все равно, как бы, вы можете быть интровертом, но ответственность все-таки равна. Вот. Блин. А, меня больше интересует, конечно, вопрос, связанный с тем, почему вы спрашиваете у нас, что вам делать. Меня больше интересует этот вопрос. То есть, меня больше интересует то, что вы у нас уточняете и у нас спрашиваете. Это. Вот. Понимаете? То есть, вы, как бы, ну, не уверены в себе, вы, как бы, действительно ставите в зависимость от нас то, что будет происходить с вами дальше. Вы правда это делаете, правда послушаете нас. То есть, почему так? То есть, вы, получается, что настолько в себе не уверены, что готовы послушать чужих людей. Вот. То есть, это такой момент. Вот. А, что касается забыть ситуацию. Что касается того, чтобы забыть ситуацию. Здесь, если честно, я вот не думаю, я не думаю, что вы сможете, сможете ее забыть, раз вы себя обвините. То есть, я не думаю, что у вас получится, вот просто получится взять ее забыть. Вот. Потому что вы себя обвиняете. Вот. Обвинения, обвинениями, ничего хорошего вы не добьетесь. А также, ну, обвинениями себя, да, вы ничего не добьетесь. А также очень важно понять, почему вас, значит, ну, почему вас это волнует, так? Вот. То есть, что вас в этой ситуации больше всего задело, зацепило, что вас больше всего впечатлило в этой ситуации, может быть. Вот. То есть, это, опять же, то, что вам нужно понять самому для себя. Вот. Обратите внимание на то, что вы пишите, что вы интроверт, что вы мало общаетесь с девушками, тем более. Я бы не сказал, что это, то, что вы описываете, признак интроверции. Я бы не сказал. На самом деле, я бы больше сказал, что это признак стеснения. Ведь это скорее признак того, что вы стесняетесь. Что вы именно испытываете стеснение. Вот. А вещи, это все-таки, ну, скажем так, несколько разные вещи. Вот. То есть, стеснение, да, и интроверция, это разные вещи. Интроверция, это человек, который, которому хорошо, ну, как бы, наедине с собой, да. Это человек, которому все нормально. Человек, который устает от общения с другими людьми. Человек, которому, человек, который, может быть, ну, периодически хочет, значит, ну, хочет как-то вот побыть наедине с собой. Вот. Это интроверция. А тогда описываете вы, это, к сожалению, не интровертизм. Это, скорее, именно стеснение, зажатость, вот, сомнения, вот. Ну, может быть, да, неуверенность в себе какая-то. То есть, это, вот, связанное, именно, с данным, именно, с данным аспектом. Вот. Поэтому, пожалуйста, эти вещи не путайте. И если вы хотите это исправить, то есть, перестать чувствовать это самое зажатое, вот, то в этом мы вам поможем. То есть, мы можем вам помочь в том же, чтобы вы перестали чувствовать себя зажатое. Мы можем вам это помочь. Но для этого нужно, как бы, поработать нам с вашей неуверенностью. Если вы хотите общаться, если вы хотите общаться с девочками. А я уверен, что вы хотите, я уверен, что вам это нужно. Обращайтесь. И мы будем рады вам помочь. Я уверен, любой из наших специалистов будет рад вам помочь. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Не будете помогать людям, разграничивайте ответственность. Если с этим есть проблема, опять же, обращайтесь. Поможем. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.